Приятно быть сегодня с вами. Хочу передать вам привет из Калифорнии, из предприятия Веймар, где наш девиз — служение — исцелять больной мир. У нас там есть медицинский колледж, у нас там есть школа для старшеклассников, и, конечно же, там есть санаторий, который работает по принципам нового старта. Те из вас, кто слышал эту аббревиатуру «Новый старт», она была изобретена именно в Веймаре. Многие люди задаются вопросом, почему весть о здоровье и исцелении как-то связана с Библией и Евангелием? Вы знаете, часть вести, которую мы несем, это весть об исцелении. Христос больше исцелял, чем проповедовал, мы знаем об этом. И Он не хочет, чтобы Его народ пренебрегал вестью о здоровье. И вы знаете, мы выяснили, что счастье на самом деле в жизни связано с психическим здоровьем. И поэтому сегодня наша весть называется «Здоровье с точки зрения психологии». Один из самых цитируемых сегодня исследователей — это ученый из Стэнфордского университета. И он говорит о том, что сегодня проблема номер один по всему миру — это недостаток самоконтроля. Что такое самоконтроль? Это способность контролировать свое поведение или эмоциональные порывы. Вот слова доктора Баумайстера. Недостаток самоконтроля является причиной почти всех личных и социальных проблем, которые в данное время поразили современное население. Я помню, в 1991 году я был на первой международной конференции, посвященную лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Там говорили о том, что доказано уже с точки зрения науки, что сердечно-сосудистые заболевания можно полностью предотвратить и излечить. Там выступали ученые с мировым именем. И в то время именно сердечно-сосудистые заболевания были причиной смертности номер один. И я помню, как я тогда думал, насколько изменится жизнь людей на Земле через 25 лет, когда они больше не будут умирать от сердечно-сосудистых заболеваний так часто. Но угадайте, какая сегодня причина смертности номер один? Сердечно-сосудистые заболевания. Это что, получается, ученые заблуждались? Нет, сегодня мы имеем больше доказательства их правоты, чем имели тогда. И поэтому причина смертности, получается, номер один — это не сердечно-сосудистые заболевания, а недостаток самоконтроля, потому что люди не делают то, что ученые говорят. Сахарный диабет стал уже эпидемией в обществе. Конечно же, гены заряжают пистолет, но образ жизни нажимает на курок. Мы сегодня знаем, как предотвратить и даже обратить вспять диабет. Но почему диабет входит сегодня в десятку причин смертности? Недостаток самоконтроля. Венерические заболевания. Они как? Растут или уменьшаются? Растут. И ключ здесь опять в самоконтроле. Инсульт также может иметь причину недостатка самоконтроля. Алкоголизм. Это проблема в Украине, в России? А какая проблема там? Недостаток самоконтроля. Даже убийства и изнасилования часто из-за недостатка самоконтроля происходят. Когда мы узнаем принципы психического здоровья, но все же переживаем депрессию и тревожность, то причиной этому опять же является недостаток самоконтроля. 80% заболеваемости раком сегодня можно предотвратить. Если бы мы только практиковали то, что мы знаем полезно, онкология — это вторая причина смертности в западном мире. И большинство людей умирает именно из-за недостатка самоконтроля. Нежелательная беременность. Нежелательная. Это уже говорит о недостатке самоконтроля. Измена и развод — это также часто из-за недостатка самоконтроля. Даже безработица может быть вызвана недостатком самоконтроля. Также финансовые проблемы, финансовый крах, проблемы во взаимоотношениях, и зависимости, новая, например, зависимость сегодня есть от техники. Библия говорит тоже об этой проблеме. Павел говорил в послании к римлянам. Он говорит, «Я себя не понимаю». Я не делаю то, что я хочу делать, а то, что я ненавижу, я делаю. И он дальше объясняет, что происходит. Но затем он добавляет эти слова. Бедный я человек. «Кто избавит меня от всего тела смерти?» Это слово «бедный» еще раз упоминается в Библии. Упоминается к вести в Лаодикийской Церкви. Это слова самого Иисуса Христа. Он говорит, «Ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею». Но ты не знаешь, что ты несчастен, или беден, в другом переводе было, и жалок, и нищий, и слеп, и наг. Почему он говорит, что мы наги? Потому что мы не одеты в праведность Христа. То есть мы видим, что последствия здесь могут сказаться даже в вечности. Но Божья воля для вас и для меня заключается не в том, чтобы мы были бедны или несчастны. Итак, в чем же секрет того, чтобы избежать этого несчастья или бедности? Вначале я хочу вам привести решение, которое дают светские психологи. А затем я покажу вам все объемлющие решения, которые не потерпят ни удачи. Но мы кое-что можем узнать от светских психологов. Они говорят, что весь секрет в воздержании. В этой аббревиатуре «Новый старт» первая буква «Т» в английском означает «воздержание». Что такое воздержание? Это умеренность в полезном и полное воздержание от того, что не полезно, вредно. А строгое воздержание требует полного самоконтроля. Давайте я покажу вам, в чем разница. У каждого человека, хоть в какой-то сфере жизни, есть самоконтроль. Но хотя бы какую-то одну сферу своей жизни человек все-таки контролирует. Я приехал из Калифорнии. Я не знаю, вы так далеко от Калифорнии живете. Вы слышали о самом знаменитом губернаторе штата Калифорнии. Как его зовут? Арнольд Шварценеггер. Как он прославился? Он прославился, накачав большие мышцы. Как вы думаете, нужно ли упражнять самоконтроль, чтобы мышцы такие накачать? Конечно, нужно быть очень воздержанным. Но была другая сфера его жизни, где было важнее проявлять самоконтроль. Когда его служанка там убирала в доме, ему не хватило полного самоконтроля. И он потерял свою жену, потому что не имел полного самоконтроля. Ну вот, что говорят светские психологи о воздержании. Они говорят, сила воздержания очень важна. И ее присутствие выливается в целый ряд положительных последствий для жизни. То есть, они говорят, если вы хотите быть счастливы, здоровы психически, если вы хотите реализации в жизни, необходимо проявлять воздержание. Фактически, они говорят, что это и есть психологически здоровая жизнь. Откуда они знают, что есть связь между психическим здоровьем и счастьем? Они исследовали эти вопросы. Доктор Баумайстер прославился на весь мир благодаря этому исследованию. Но для того, чтобы что-то исследовать, нужно сначала научиться это исследовать. Итак, вот как они измеряли. Я просто приведу вам пример, чтобы вы понимали, как они замеряли самоконтроль. И если вы ответите высокий самоконтроль, то есть, я буду задавать вам вопросы, а вы скажете, вот то, что я буду вас спрашивать, это проявление высокого самоконтроля или низкого? Ну, я хотел бы, чтобы вы два английских слова сегодня выучили. Два английских слова, чтобы каждый выучил. Первое английское слово — high. А второе английское слово — low. То есть, высокий, низкий самоконтроль, да? Хорошо, вам нужно будет по-английски отвечать на вопросы. Я хочу, чтобы вы по-английски говорили high или low, в зависимости от того, что вы хотите сказать. Так, и вы сможете ответить. Итак, вы даже можете вот так показывать. Это high, And this is low. А вот это low. Хорошо, первый вопрос. I have a hard time breaking bad habits. Мне тяжело поменять вредные привычки. What is that? Это какой самоконтроль? Высокий или низкий? Very good. Low, хорошо, low. I do certain things that are bad for me if they are fun. Low, very good. Low, хорошо, низкий. I have trouble saying no. Low, low, I am good at resisting temptation. Very good. Getting up in the morning is hard for me. Good. I blurt out whatever is on my mind. Low, low. I spend too much money. Low, I keep everything neat. Low, I get carried away by my feelings. Low, I do many things on the spur of the moment. Low, I don't keep secrets very well. Low, I often interrupt people. Low, low, I am always on time. Low, I am always on time. Low, I am not easily discouraged. Low, I am not easily discouraged. Low, I eat healthy foods. Low, I eat healthy foods. Low, good. Pleasure and fun sometimes keep me from getting work done. Low, I have trouble concentrating. Low, low. Low, sometimes I can't stop myself from doing something, even if I know it's wrong. Low, I am able to work effectively towards long-term goals. Low, I am able to work effectively towards long-term goals. Это не все вопросы, но, по крайней мере, у вас есть представление, что они замеряют. И многие люди проходили этот тест. И затем за ними следили, как они живут. И они выяснили, что те, кто имеет высокий самоконтроль, это помогает им легче перестраиваться в жизни. Повышает чувство собственной ценности. Помогает контролировать приступы злобы. Кроме этого, они более совестливые. Они эмоционально более стабильны. Они становятся лучшими друзьями и в браке также. Они лучше ладят с другими людьми. Они лучше служат другим людям. Они чаще имеют крепкую дружбу. И легче притираются во взаимоотношениях. Кроме этого, у них семьи крепче. У них меньше конфликтов. Они больше сострадают другим людям. Проявляются чувства, эмпатию. Они хорошо управляют деньгами. Тратят меньше и сберегают больше. Ну, и еще и другое там измеряли. Они заметили, что люди с высоким самоконтролем все равно, на редкую occasion, все равно не разрушают. Они заметили также, что даже несмотря на то, что у людей может быть высокий самоконтроль, они все равно время от времени совершают ошибки. То есть, несмотря на высокий самоконтроль, они могут согрешить где-то, приступить заповедь. Но обратите внимание, что с ними происходит, если это случается. Поступив неправильно, говорят ученые, люди с высоким самоконтролем лучше понимают влияние своего поведения, и поэтому чаще склонны исправляться. В отличие от них, люди с низким самоконтролем are more apt to experience painful feelings of shame, они часто испытывают стыд, а это эмоция, которая часто провоцирует две вещи. защитную реакцию и отрицание своей вины. Вместо того, чтобы исправиться или возместить, может быть, урон. Люди с высоким самоконтролем, если они совершают ошибки, они берут ответственность на себя за эту ошибку. И они делают все, что могут, чтобы возместить урон, исправиться, быть лучшими людьми. Что это значит? Это значит, что если у вас высокий самоконтроль, то со временем вы будете становиться лучшим человеком. Но если у вас низкий самоконтроль, со временем вы будете становиться худшим человеком. Но ученые еще один вопрос рассмотрели. А как вот насчет того, если у человека очень высокий самоконтроль? Есть ли какие-то проблемы, если слишком много самоконтроля? И вот, что они сказали. Нет научных данных, демонстрирующих какие-либо нежелательные последствия высокого самоконтроля. Они исследовали высокий самоконтроль на предмет прямой связи с негативными последствиями. Но никаких негативных последствий не нашли. И поэтому в аббревиатуре «Новый старт» вот это «Т», которое означает «воздержание», даже полезнее, чем «W». «W» означает «вода». Вы знаете, «W» — это «вода», «water» по-английски. И большинство людей, конечно, недостаточно воды употребляют. Но вы знаете, что можно перепить воды? Фактически, что бы полезное мы не взяли, можно довести это до крайности, и оно будет вредным. Но что касается самоконтроля, здесь не так. Чем выше, тем лучше. Хорошо, ну вопрос теперь, как помочь человеку увеличить самоконтроль, повысить. Доктор Баумайстер исследовал вопрос четких границ. Что он называет четкой границей? То есть четкая граница — это когда все. Вот досюда дойдешь — не перейдешь. Он говорит, вот такие принципы в жизни человека помогают ему проявлять самоконтроль. Также, что еще помогает? Это достойные цели в жизни. Что еще помогает? Это усиление работы лобных долей коры головного мозга. Потому что это центр контроля наш. Прекрасная музыка, красивая музыка, также помогает развивать лобные доли и проявлять самоконтроль. Изучение духовных вопросов, изучение Библии, например, помогает развивать лобные доли коры головного мозга. С другой стороны, торможение лимбической системы при перевозбуждении помогает контролировать себя. Это та часть мозга, которая ищет удовольствие, часть нашей низших сил в природе человека. Как можно затормозить эту лимбическую систему? Это перестать слушать тяжелый металл, рок-музыку. Устранив из своей жизни развлекательные телепередачи и фильмы, мы можем укрепить наш мозг. И также надежда на будущее, когда мы ожидаем будущего с надеждой, это помогает нам контролировать себя. Люди, которые живут сегодняшним днем, обычно не имеют хорошего самоконтроля. Но когда мы думаем о будущем, планируем, это помогает нам держать себя в руках. Вот почему те из вас, кто сегодня смотрит нас по телевидению, вы знаете, что канал, который вы смотрите, называется телеканал «Надежда». А надежда означает смотреть в будущее с надеждой. Это помогает контролировать себя. Ветхий Завет, Библия говорит также о самоконтроле. Книга притчи, мудрец говорит следующее. Долготерпеливый, лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. В книге, которая, по сути, является утренним стражем, такой книгой для утренних духовных размышлений, сказано следующее. Человек, которому можно применить эти слова, победил свое «я». Сильнейшего врага, когда-либо существовавшего. Наивысшим доказательством христианского благородства является самообладание. Человека, владеющего собой, не может поколебать даже буря оскорблений. Тот, кто научился владеть Духом Своим, тот поднимается выше упреков, оскорблений и недоброжелательности, которым он ежедневно подвергается. И всегда будет сохранять спокойное, спокойное, радостное настроение. Человек, сохраняющий равновесие при самых сильных искушениях, когда он чувствует искушение потворствовать страстям, намного ценнее в очах Бога и небесных ангелов, чем самый знаменитый полководец, который постоянно выигрывает в сражениях. Обратите внимание на эти слова, когда он в самых сильных искушениях, но сохраняется сбалансированная работа разума. Как же развить полный самоконтроль, который не будет подводить? В этой книге дальше объясняется. Христианский героизм. Вот в чем нуждаются сегодня молодые юноши и девушки. Владеть собой означает постоянно дисциплинировать свое «я». И затем обратите внимание, как это может быть. Божья любовь и Божье присутствие в жизни человека дает ему силу для самообладания. И это влияет на его мышление и формирует его характер. И так, видите, это хотя и называется самообладание, но дело в том, что полный самоконтроль не из нас, не изнутри нас проистекает. Он приходит к нам извне. И он приходит от Божьей любви и от присутствия Бога в сердце человека. Библия говорит, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою, если мы желаем быть истинным светом в этом мире, то в нас должен царить любящий, сострадательный Дух Христа». Любить, как любил Христос означает нечто большее, чем просто проявлять самообладание. Это означает, что мы должны поступать бескорыстно во всякое время и во всяком месте. Итак, обратите внимание, ключ к самоконтролю очень просто, самопожертвование. И это жертвенная любовь. Итак, настоящее исцеление, которое может преобразить человека, зависит от любви. Любовь может изменить вас и изменить мир. Но это не эротическая, романтическая или даже братская любовь. Хоть на своем месте они важны. Это любовь, которой у нас людей вообще нет. И поэтому она должна прийти к нам извне. В Библии она названа греческим словом «агапе». А ученые называют это альтруизмом. Но обратите внимание, мы можем иметь эту любовь сегодня, но мы можем иметь ее сегодня, а завтра можем иметь еще больше. Как это возможно? Обратите внимание, истинная любовь — это драгоценность небесного происхождения. Она распространяет вокруг себя аромат пропорционально своей отдаче другим. То есть, как можно больше иметь завтра этой любви? Отдавая ее сегодня другим. И чем больше отдаешь, тем больше получишь извне. Ну, и я хотел бы закончить двумя примерами. Эти два человека встретились когда-то в древности. И они, конечно, были совсем разными людьми в том, что касается самоконтроля. Павел перед Нироном. Какой поразительный контраст. Лицо монарха носит постыдный отпечаток неистывающих в нем низких страстей, мы читаем. Иногда бывает, посмотришь на человека и понимаешь, что ничего хорошего там не происходит. Так было с Нироном. Достаточно было посмотреть на него и видно было низкие страсти, как они бушуют в его сознании. Но теперь посмотрите на лицо узника. У него на лице виден мир с Богом и с людьми. В тот день встретились лицом к лицу две противоположные системы воспитания. С одной стороны, необузданное самопотакание. Это Нерон. И с другой стороны, жизнь самопожертвования. Это был Павел. Так встретились представители двух теорий жизни. С одной стороны, необузданное самопотворство и полное самоугождение. Не останавливающиеся ни перед чем ради сиюминутного удовольствия. И с другой стороны, самоотверженная стойкость. Которая готова, если это необходимо, отдать для блага других даже жизнь. И далее нам сказано, для очищения и облагораживания души для приготовления к жизни в небесных чертогах. Необходимо усвоить два урока каждому человеку. Самопожертвование и самоконтроль. И так, для того, чтобы физическое, душевное, психическое, эмоциональное и духовное здоровье чтобы не были всеобъемлющими на протяжении всей жизни, что нужно? Нужно, чтобы истинное Евангелие было полным в жизни человека. Потому что исследователи все-таки не меняют самую первую причину смертности. Да, ученые дают нам хорошую информацию, но в то время, когда нам дали ученые эту информацию, она не пошла вместе с Евангельской вестью. Вот почему Бог все еще ожидает, когда настоящая весть о здоровье совместно с Евангельской вестью будет проповедана по всему миру. И поэтому сегодня я хочу призвать вас изберите полный самоконтроль. Здесь нет никаких побочных эффектов. И сегодня я хотел бы призвать вас кто из вас хотел бы хотел бы принять решение проявлять полный самоконтроль в жизни? Если вы сегодня принимаете это решение, это означает, что вы принимаете решение жертвовать собой. Потому что если в какой-то сфере вашей жизни у вас нет самоконтроля, это значит, что там есть эгоизм. И вы не возложили это все на жертвенник Божий. Поэтому я призываю вас, предайте себя Богу. Какое решение нашел Павел? Он говорит, я умираю каждый день. Это выбор не только на сегодня, но это выбор каждый день. чтобы все возложить на Божий алтарь. Какая цель вести о здоровом образе жизни? Свет, который Бог дал о здоровом образе жизни, предназначен для нашего спасения и спасения мира. Часто, когда люди нуждаются в исцелении, им нужно пойти против своего эгоизма, чтобы сделать то, что правильно. Может быть, люди короткое время держатся, но без Бога, без Евангелия они не смогут всю жизнь держаться. И это как раз тот барометр, который показывает нам, что мы нуждаемся в Боге. Итак, я хочу закончить словами Павла. Он был всего за несколько дней до смерти. И он говорит, ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви, самопожертвенной любви и целомудрия в нашем переводе или самоконтроля в оригинале. Давайте мы поднимемся для молитвы. Отче Небесный, мы сегодня выяснили, почему весть о здоровом образе жизни и Евангелие идут рука об руку. Мы выяснили, что ты желаешь, чтобы мы не только имели жизнь, но и имели ее с избытком. И мы надеемся сейчас, что эта месседия не только в нашем сердце, и мы молим, чтобы эта весть не просто в нашем сердце осталась, но чтобы мы были средствами для исцеления других людей, куда бы мы ни пошли, понимая, что мир сегодня отчаянно нуждается в том, чтобы решить самую главную проблему, но без тебя он не может решить ее. Помоги каждому из нас все возложить на алтарь жертвы. Помоги нам открыть свои сердца твоей любви, чтобы твоя преизобильная благодать помогла нам проявлять самообладание и самоконтроль. Во имя Иисуса мы молим. Аминь.